Всем привет, это Колин Мушман специально для PokerStrategy.com И сегодня мы разбираем раздачи с финального стола турнира на 180 человек Основная тема данного видео, как справляться со стэками различных размеров Как оказывать постоянное ICM давление на своих оппонентов с большим стэком Как давать отпор оппонентам с маленьким стэком И самое сложное, как играть со средним стэком Когда мы все еще хотим накапливать фишки, но не хотим совершить ICM самоубийство Когда за столом все еще есть оппоненты с короткими стэками В ходе этого видео я окажусь в разных ситуациях Буду выигрывать, буду проигрывать, так что будет весело С карманными тройками я обычно открываюсь в такой ситуации Но очень многое, конечно, будет зависеть от того, с какими оппонентами я имею дело Потому что основная прибыль от этой руки будет исходить за счет фолдеквити А за этим столом было несколько очень лузовых игроков, и поэтому я просто сдался Карманные дамы в УТГ при стэке в 16 больших блайндов Любую руку, которую я буду разыгрывать в такой ситуации, я буду разыгрывать минрейзом Так что с дамами я делаю минрейз, а большой блайнд отвечает улыном Мы, конечно же, коррелируем И дамы выстояли против пятерок Дама 2 разномастные, если до меня все упадут, я определенно буду открываться И несмотря на то, что у нас не чиплидерский стэк, чиплидерский стэк у парня с ником Костя Ред Мы все равно имеем вполне комфортный второй стэк И за столом при этом достаточно много игроков с гораздо более короткими стэками Так что если до меня все будут падать, на блайндах я буду открывать практически 100% рук При этом я буду делать рейз где-то в 18000 фишек Дама 2 одномастные на баттоне, здесь у нас практически такая же ситуация, как и на малом блайнде Когда все упали, я, как правило, буду открываться с любыми двумя картами 2.8 выбрасываем после рейза и ререйза Вновь карманные тройки, однако теперь мы находимся в более поздней позиции И у нас более комфортный стэк Так что на этот раз я открываюсь И далее наш рейз калирует 2 человека Для того, чтобы определить, с каким диапазоном проколировал наш рейз вот этот парень Нам нужно задуматься о том, какой это игрок Он начинал эту раздачу со стэком гораздо меньшим, чем 20 бб И большинство регуляров или агрессивных оппонентов в таком случае мы заподозрим в слоу-плее Однако до этого пассивных игроков мы просто можем положить на достаточно широкий диапазон На флопе мы попадаем в нижний сет, что прекрасно И я делаю небольшой кантбет Потому что я буду ставить столько с большей частью своего диапазона И я не хочу тратить по 40 тысяч фишек на кантбет И также, я думаю, есть неплохая вероятность того, что кто-то из них попытается дать мне отпор Первый оппонент сдался, может быть второй что-нибудь придумает Нет, они оба сдаются, и мы забираем банк без борьбы Карманные четверки я открываю Опять же, вполне можно было сдаться в такой ситуации Но я решил открыться и забрал банк на префлопе Выбрасываю дома 7 разномастное после экшена на ранних позициях 3-4 я бы определенно проколлировал на малом блайнде, если бы не изоляционный пуш И с валютом и девяткой я бы определенно запушил в такой ситуации, если бы все оппоненты сдались Но чип-лидер открывается, и поэтому мы просто падаем Король-6 разномастное не стану разыгрывать, я думаю, что здесь у нас не так много фолдэк, ведь и чаще всего большой блайнд проколлирует нашу лин И конечно, если мы будем уверены, что оба других оппонента сдадутся, а большой блайнд проколлирует со стопроцентным диапазоном Запушить с такой рукой, как король-6 разномастное, это вполне хорошее решение, учитывая 11 тысяч оверлея Но тот факт, что мы можем получить 3 бет пуш от других ребят, делает эту игру маргинальной Туз-8 одномастное на хайджеке я бы определенно открывался с такой рукой, если бы вот этот парень не запушил И в данном случае, даже если бы я знал, что он пушит с очень широким диапазоном, я бы играл довольно тайтово, потому что я не буду сейчас вкладывать в банк 50% своего стека, а затем сдаваться на улын А это значит, что мы ставим под угрозу стек в 24 бб, как минимум перед двумя оппонентами, сидящими за нами Поэтому я бы вряд ли здесь разыгрывал диапазон более лузовой, нежели девятки плюс и туз-дама плюс Дама-7 выбрасываем Далее туз-7 разномастное после пуша и кола, на самом деле это довольно пограничная ситуация Парень, который пушит изначально, имеет стек в 5 бб с поправкой на анте, или м равное 3, и вполне возможно он пушит здесь с довольно широким диапазоном И парень, который проколлировал со стеком в 3,5 бб, также наверняка имеет весьма широкий диапазон Так что при шансах 2 к 1, я думаю, что у меня здесь достаточно эквити для кола Но ситуация определенно пограничная и во многом зависит от того, с какими оппонентами мы имеем дело Вот этот парень, Джоли Роджерс, очень активно играл за финальным столом, и поэтому я предполагал, что у него будет весьма широкий диапазон Правда, в этот раз он показал достаточно сильную руку Так или иначе, я думаю, что при таких условиях это вполне прибыльный кол с тузом и семеркой разномастными 6-3 разномастные я бы выбросил, даже если бы все оппоненты до меня сдались, потому что стек оппонента на большом блайнде покрывает наш стек Туз-4 разномастные я бы открывал минрейзом, если бы этот парень сдался И вот теперь у нас самый короткий стек за столом А нет, сейчас мы делим эту позицию вот с этим парнем Однако у нас все еще есть вполне неплохой стек, с которым можно работать И на более ранней стадии я бы в такой ситуации определенно играл рейсфолд с данной рукой Понятное дело, что при таком эффективном стеке я ее точно не стану выбрасывать Но в данном случае мне не хочется играть рейсфолд, и даже если я выставлюсь 60 на 40, меня не очень устраивает такой вариант, учитывая мое эквити в турнире Поэтому в данном случае я предпочитаю более радикальный подход и сразу иду all-in 9-2 разномастные выбрасываем, и вообще в такой ситуации я никогда не буду открываться с мусорными руками Учитывая, что за нами сидят два оппонента, чьи стеки покрывают наш стек У меня все еще третий стек, и что касается вот этого парня с ником Костя Ред Из того, что я видел, часто он играет не так, как играли бы другие регуляры Например, он часто открывается в 2.5 ББ там, где многие регуляры открываются в 2 ББ и так далее Но в целом он мне кажется довольно агрессивным и непредсказуемым игроком Поэтому у меня вряд ли получится давить на него Дама валет тем временем открываемся в позиции котов Еще одна ситуация, в которой я буду очень тайтого 3 бет пушить После того, как Костя, чип-лидер, открывается с позиции баттон И при условии, что у малого блайнда самый короткий стек за столом Далее карманные валеты на малом блайнде, если кто-то из этих игроков будет открываться Я с радостью сделаю 3 бет пуш А теперь, когда они сдались, я буду делать небольшой рейс Мой диапазон небольшого рейса будет состоять из рук, с которыми я хочу спровоцировать оппонента на агрессию И из рук, с которыми я планирую сыграть рейс фолд Я не думаю, что при стеке в 15 ББ мой небольшой рейс покажется ему подозрительным Поэтому я ставлю чуть больше минрейса и надеюсь, что это будет выглядеть блефово В итоге он запушил очень лайтово, является ли это хорошей игрой или просто тратой фишек Зависит от того, как он воспринимает мои диапазоны рейза и кола Учитывая, что за столом есть оппонент с более коротким стеком Я буду коллировать достаточно тайтово и буду выбрасывать многие руки из тех, с которыми я открывался Но в то же время с такой динамикой стеков я буду более тайтово открываться В частности, если я считаю, что это хороший, думающий, агрессивный игрок Так что ситуация, пожалуй, пограничная, хотя 8-6 разномастная это, конечно, спорная рука для пуша Но в целом он может здесь пушить с достаточно широким диапазоном В итоге нам удалось удвоиться, что очень хорошо И далее мы делаем минрейс с рукой туз-4 одномастная Однако далее Костя отвечает 3-бетом, что очень интересно Потому что когда экшен доходит до него, он получает шансы на колл 4 к 1 Так что если он сделает 3-бет и я упаду, это просто шикарная для него ситуация И даже если у него там такая рука, как, например, 3-2 разномастная И он точно знает, что я упаду на 3-бет Такой 3-бет для него будет прибыльным Ой, точнее, наверное, не 3-бет, а 4-бет, учитывая, что вот этот парень запушил Но так или иначе, это прибыльный ререйс Очень интересно посмотреть, что же он покажет на шоудауне И способен ли он на лайтовые 4-беты в подобных ситуациях В итоге он заставил меня выбросить лучшую руку И это определенно хорошо сыграно с его стороны Правда, нельзя сказать, что это слишком лайтовый 4-бет Итак, теперь за столом осталось 3 игрока И в данном случае, к сожалению, я ничего не могу поделать Кроме как утойтиться и играть более аккуратно Потому что у оппонента с коротким стэком, который сидит справа от меня Существенно меньше фишек, нежели в моем стэке Поэтому я не могу выставляться слишком лайтово При этом большой стэк находится слева от меня И это не значит, конечно, что я буду разыгрывать только дамы плюс и так далее Нет, но я буду вынужден дождаться, пока эта ситуация с коротким стэком как-то не разрешится И я не смогу принимать участие в более маргинальных ситуациях Но при этом, как я уже сказал, я не буду играть излишне аккуратно И вот я и открываюсь рукой король 9 одномастная На месте кости в такой ситуации я бы 3-бетил невероятно лузово Далее на флопе я делаю небольшой кантбет И я буду ставить столько, в общем-то, со всем своим диапазоном То есть независимо от того, будет у меня тройка, будет у меня семерка Или будут у меня карманные дамы, или вообще ничего, как сейчас Я поставлю столько же Далее Костя делает очень выгодный чекрейс Потому что если он будет срабатывать хотя бы в половине случаев Он будет иметь очень даже неплохую прибыль Так что да, хорошая линия в его исполнении В данном случае, если малый блайн запушит, я с радостью проколирую этот пуш с королем и валетом одномастными И на самом деле, если бы Костя здесь рейзил, я бы ответил 3-бет пушам Я думаю, что он открывается достаточно часто для того, чтобы такой 3-бет был прибыльным Вот опять с тазома двойкой я бы практически всегда открывался в такой ситуации И в общем-то я и здесь могу открыться Но с учетом динамики стеков я делаю довольно тайтовый фолд Дама 10, я делаю рейсы и забираю банк Я совершенно точно не буду делать лайтовые 3-беты Особенно сейчас, учитывая, что у третьего игрока осталось всего лишь 5 бб в стеке 4-8 то же самое Отдаем ему банк с 6-кой и 8-кой разномастными А вот на этот раз я решил открыться с тузом И если бы я был на месте Кости, я бы 3-бетил с очень широким диапазоном Альтернативой 3-бету, конечно, может стать колл Который также принесет мне немало неприятностей Один из вариантов на таком флопе сыграть чек С намерением контролировать размер банка и сохранить его диапазон более широким Но проблема заключается в том, что я делаю свою руку очевидной И если он хорошо умеет читать руки Он поймет, что у меня либо какой-то слабенький туз Либо может быть карманная дама Что-то в этом духе И также мне хотелось бы ставить на такой доске, когда я в нее не попаду Поэтому мы ставим кандбет Я думаю, что на данный момент наиболее вероятно, что у него на руках какой-то случайный флот И с точки зрения количества комбинаций, это тоже наиболее вероятный вариант Так что ставить в такой ситуации на терне смысла нет, несмотря на дроп Потому что если мы поставим, мы выбьем практически все Поэтому, на мой взгляд, наилучший вариант сыграть чек И дать ему возможность поставить Если он действительно флотил на флопе Итак, в результате он ставит, и я сразу же иду лин Это определенно спорный момент Да, я, конечно, не стану сдаваться в такой ситуации Но альтернативой мог бы стать кол С намерением затем играть чек кол на ривере при любой его ставке Преимущество такой линии заключается в том, что если он действительно блефует Мы даем ему возможность блефовать еще раз на ривере Но в то же время чек пуш это далеко не самый плохой вариант Потому что если мы сыграем чек кол Будет просто катастрофа, если он поймает один из своих аутов на ривере И в то же время он вполне может проколировать наш пуш с худшими руками Например, он может проколировать с такой рукой, как 8-7 одномастный, если он не поверит в нашу лин Но опять же, учитывая все сказанное, альтернативой данному варианту розыгрыша Могла стать линия чек кол тёрн, чек кол ривер Тут 6 разномастный, я вновь открываюсь, большой блайнд пушит и я коллирую Мне, если честно, совершенно не нравится такой пуш с дамой и четверкой Потому что на момент начала раздачи у него в стеке было 6-7 больших блайндов И я в таком случае никогда не стану открываться с рукой, с которой я не буду коллировать его олл ин Потому что я знаю, что он будет пушить достаточно лузово Так что если я в любом случае планирую играть рейс кол против него Я вряд ли часто буду открываться с руками хуже, чем дама 4 разномастная Может быть я, конечно, буду открываться с такой рукой, как валет 10 одномастная Но по большей части он практически всегда получит кол и у него будет недостаточно эквити против моей руки Если он все-таки по какой-то причине, ну, очень хотел разыграть эту руку дама 4 разномастная Я бы предпочел на его месте вариант розыгрыша стоп-н-го То есть кол на префлопе и затем олл ин на флопе Но так или иначе ему удалось удвоиться Король 9 одномастный, я вновь открываюсь Туз 3 одномастный, он пушит с малого блайнда Да, против некоторых оппонентов я бы здесь рассмотрел эксплуативный тайтовый фолд Но он пушил очень много и я постоянно что-то исполнял Так что это легкий кол Да, похоже, что шестерка должна была забирать этот банк Однако я поймал свою четверку на ривере И теперь мы остаемся хедзап против Кости Итак, на данный момент у нас очень глубокие стеки, примерно по 30 бб Так что вряд ли здесь можно ожидать много 3 бета лынов Я буду открываться на баттоне и в целом использовать такой более аккуратный подход Я определенно верю в то, что Костя может исполнять различные мувы Он играет довольно лузово и хитро Король 6 разномастный, это довольно лузовая защита на большом блайнде Но с учетом анте я получаю шансы лучше, чем 3 к 1 Я думаю, он очень лузово открывается на баттоне На флопе мы попадаем в топ пару И первое, что нам нужно спросить у себя в такой ситуации Будем ли мы играть на стек? Ответ да На момент начала раздачи эффективный стек составлял чуть меньше 30 бб И у нас топ пара против лузового и хитрого игрока Так что если на терне и ривере не появится каких-то очень опасных карт Я сыграю на стек Вот таких карт, как например 10 и валет червовая Против обычного оппонента я бы часто сыграл чек-кол в такой ситуации Дал ему возможность блефовать дальше и так далее Но против оппонента, который любит помувить Я решил сыграть чек-рейс Потому что на мой взгляд для него такой мув может показаться блефовым И он может даже сделать блеф 3 бет в ответ Но если у него рука лучше, то здесь нет никакой разницы Потому что мы так или иначе намерены сыграть на стек В итоге он сделал 3 бет И теперь нам нужно решить, что лучше запушить в ответ Или же проколировать и дать ему все-таки поставить на следующей улице И здесь, в отличие от предыдущей раздачи Я думаю, что лучше будет сразу запушить Потому что в таком случае мы предлагаем ему вполне хорошие шансы на кол Лучшие, чем 3 к 1 При этом мы не будем особо расстроены, если он выбросит свою руку Даже если он, например, выбросит дро с 5 аутами на улучшение Это неплохой для нас результат И, кстати говоря, очень часто, когда мы проколируем Для него это будет показателем большой силы Так что, что бы мы тут ни делали после его 3 бета Мы проявим большую силу И тогда он, скорее всего, сыграет чек-бехайнд на терне И за счет этого увидит бесплатно карты терна и ривера А учитывая, сколько уже находится фишек в банке Мне бы этого не хотелось Так что я запушил и моментально выиграл весьма неплохой банк 4-2 разномастные выбрасываем Я не буду разыгрывать мусор против такого оппонента Открываемся с королем и четверкой одномастными Он коллирует и на флопе я попадаю в дро с 12 аутами Довольно часто, правда, король старший даст мне лучшую руку на такой доске Но в остальном, если это не так, то у нас есть 12 аутов Далее я делаю небольшой кантбет Потому что я хочу, чтобы в конечном итоге у нас было фолд эквити То есть, если он сделает 3 бет где-то 60-70 тысяч фишек в ответ Я могу сделать 3 бет пуш и тогда у нас будет фолд эквити Меня немного беспокоит то, что он делает рейс в 86 тысяч Очень похоже на то, что у него что-то есть И он пытается это защитить Но в банке уже слишком много фишек, поэтому я иду all-in Он коллирует, коллирует с нижним сетом Но в итоге я попадаю в свой флаж и выигрываю этот турнир Удивительно, кстати, что он не стал 3 бет пушить на префлопе с карманными тройками Но так или иначе, в конечном итоге я думаю, что моя линия бет 3 бет на флопе И его линия чек-рейс-кол вполне хороши Хорошо, этот турнир закончился Теперь давайте откроем еще один финальный стол турнира на 180 человек Итак, в данном случае на бабле перед финальным столом Вылетело сразу 2 игрока одновременно И поэтому мы получаем финальный стол с 8 участниками вместо 9 За столом опять же довольно много коротких стеков И если все оппоненты сдадутся, я определенно разыграю такую руку как 10-7 одномастная На самом деле против многих оппонентов в таком случае я бы открывался с любыми двумя картами Для того, чтобы оказывать на блайндов ICM давление Ну а с такой рукой как 10-7 одномастный, если все до меня сдадутся Я буду открываться минрейзом против тайтовых и пассивных оппонентов на блайндах Но сразу же пойду улын, если на блайндах соображающие игроки с высоким процентом 3 бета Ну а если там 2 маньяка или 2 абсолютных коллинг стейшена, я могу выбросить эту руку Но как правило это вполне стандартный open race Туз 10 разномастный я бы определенно открывал, если бы передо мной не открывался парень в позиции УТГ С карманными пятерками мы обязательно открываемся и далее будем оценивать ситуацию по происходящему Пуш от оппонентов с коротким стеком мы определенно проколлируем А вот на пуш от малого блайнда я скорее всего упаду Что касается остальных ребят, там многое будет зависеть от того, как они играют и каков у них процент 3 бета 9-5 разномастный на большом блайнде, оппонент комплитится на малом И если это не регуляр и не агрессивный игрок и у меня нет причин подозревать, что он разыгрывает слоу плей Я буду пушить здесь чем угодно Потому что с учетом игрока за столом, у которого в стеке 2 бб И еще одного оппонента с коротким стеком Я думаю, что он будет выбрасывать большую часть своих рук 6-3 разномастный я бы с радостью open пушил в такой ситуации, если бы хайджек не запушил до меня Я здесь буду пушить с любыми двумя картами, учитывая оппонента со стеком в 2 бб Так, и теперь переходим к нескольким раздачам, которые я разыграл очень лузово, но при этом успешно Это довольно интересная часть В первой раздаче я запушил с рукой 9-8 разномастное на баттоне против минрейза от парня с ником turbo stack Этот парень является регулярным и с учетом того, что за столом есть игроки с очень короткими стеками Он должен коллировать крайне тайтого в таком случае Так что если мы предположим, что он открывается минрейзом с таким же диапазоном, как диапазон пуша по нэшу Он будет вынужден коллировать крайне тайтого, потому что иначе он рискует потерять большое количество эквити в турнире Таким образом, разрыв между его диапазонами рейза и колла должен быть достаточно широким для того, чтобы его игра была прибыльной Давайте взглянем на эту раздачу в визарде Итак, в данном случае для минрейза мы дали ему диапазон пуша по нэшу и также дали довольно тайтовый диапазон колла, потому что он рискует потерять большое количество эквити Но это только около нулевая точка, возможно, разрыв между диапазонами будет больше для того, чтобы игра стала прибыльной Но основная проблема здесь заключается в том, что большинство регуляров при стеке в 14 бб будут открываться минрейзом только лишь для того, чтобы спровоцировать оппонентов на пуш И с такой рукой, как например ту-6 одномастная, которую ему нужно выбрасывать на пуш, он скорее всего сразу запушил бы на префлопе Очевидно, что если его диапазон минрейза в основном состоит из таких рук, с которыми он будет коллировать, мой пуш становится ужасным решением Именно поэтому в таких ситуациях очень важны риды на оппонентов И из моего опыта игры с ним, это оппонент, который как раз таки часто минрейзит при таких стеках Но даже при этом решение по-прежнему остается довольно пограничным И против неизвестного регуляра здесь точно нужно сдаваться Теперь вы спросите, сработала ли моя блестящая игра против него Ответ нет Он проколлировал стузом и дамой, и я чувствовал себя очень глупо Ну да ладно, идем дальше Туз-6 одномастный, перед нами пушит оппонент со стеком в 2 бб Затем делает изодиционный пуш оппонент со стеком в 6 бб И на самом деле это довольно пограничная ситуация, но я решил ответить 4 бб пушем Давайте разберем эту ситуацию по нэшу Согласно равновесию, нижняя часть моего диапазона в данном случае это рука туз-8 одномастная Но тем не менее, я все равно считаю, что это хороший пуш по ряду причин Во-первых, я думаю, что на самом деле диапазоны будут более широкими В частности, я считаю, что оппонент в позиции у тг плюс 3, или иными словами хайджек Не будет особо воспринимать всерьез оппонента, который пушит 2 бб И поэтому будет пушить более лузово, нежели с такой рукой, как например туз-7 разномастная А вторая причина заключается в следующем Если мы с вами вернемся к раздаче, мы увидим, что у меня в стеке всего лишь 6 или 7 бб с поправкой на анте Так что я совсем не против запушить в слегка минусовой ситуации Хотя да, конечно, в целом решение весьма пограничное Но на мой взгляд это подходящая рука, которая как раз таки находится в самой нижней части нашего диапазона 4 бб пуша К счастью, я попал в своего туза и мне удалось выиграть Далее 3-7 разномастная выбрасываем Туз-3 одномастная я решил открыть минрейзом и забрал банк без борьбы А вот с тузом у тройкой разномастными тем временем я бы открываться не стал Туз-9 разномастный я бы определенно пушил на малом блайнде И в целом я мог бы запушить в ответ на рейс этого парня Хотя в целом я не знаю, что означает этот рейс в 2.5 бб Учитывая, сколько изначально фишек было в его стеке Пограничная ситуация, опять же, но я решил сдаться Туз-6 разномастная это open push на баттоне Но я решил сделать минрейз, разницы особой нет Потому что я в любом случае буду коллировать пуш от любого из этих оппонентов Правда, при этом эффективный стек составляет где-то 6 или 7 больших блайндов И обычно при таких стеках я предпочитаю open push на префлопе со всем своим диапазоном Валет-7 разномастный я бы и так выбросил Но после рейса от турбо стека Тем более избавляемся от этой руки Король-9 разномастный, мы получаем рейс в 3 бб Вообще мы бы в любом случае не стали пушить в такой ситуации Я просто хочу отметить, что у него наверняка более тайтовый диапазон Учитывая размер его рейса Потому что большинство агрессивных оппонентов и регуляров будут открываться минрейзом Оно не больше 9-8 разномастный я не стану открывать Не думаю, что у меня здесь будет много фолдэквити Дело в том, что у большого блайнда на момент начала раздачи было 3 бб в стеке И получая шансы 2 к 1, он будет коллировать очень лузово А моя рука не очень хорошо стоит против случайного спектра Поэтому это просто фолд Еще несколько вполне стандартных фолдов Туз валет одномастный Планирую играть минрейз кол Карманные пятерки, если кто-то из оппонентов будет открываться Я определенно буду пушить в ответ В итоге Джон Старс пушит с баттона И это очень легкий кол на большом блайнде К счастью, мы затащили коинфлип Валет 3 одномастный Если бы все оппоненты сдались, я бы определенно запушил с этой рукой И в итоге, когда экшен доходит до меня после алына от кратыша Я решил все равно запушить Конечно, это довольно маргинальное решение Но я получаю против него шансы лучше, чем 2 к 1 И моя рука, в общем-то, неплохо стоит против его диапазона У парня совсем короткий стек, и его оттого и гляди съедят блайнды Так что, скорее всего, он будет пушить в такой ситуации с руками хуже нашей Например, 8-6 одномастная и так далее Таким образом, благодаря тому, что я считаю, у меня достаточно отцов для кола против этого парня И я бы все равно пушил против большого блайнда А теперь он наверняка будет коллировать еще более тайтого, так как идут у лэн 2 человека Я решил сделать вот такой изоляционный пуш Хотя это определенно пограничное решение, и я бы не стал пушить более лузово Дама 3 одномастный, я бы пушил с баттона, если бы все оппоненты сдались Туз-10 разномастный, легкий пуш Да и вообще, в этом случае мы можем пушить с любой туз-х рукой На данный момент сложилась очень хорошая динамика в плане стеков Потому что слева от нас сидят два оппонента с короткими стеками А справа оппонент с глубоким стеком Давайте вот эту раздачу разберем в программе S&G Wizard Откроем чарт Мы видим, что колл с такой рукой будет прибыльным, если он пушит где-то 30 с копейками процентов рук Но это предполагает, что у нас есть небольшой эдж, а вообще где-то 33-35% Таким образом, против агрессивного оппонента мы определенно могли проколлировать в данном случае Но во время игры я решил, что лучше будет сдаться и сделал относительно тайтовый фолд Может быть это, конечно, маргинальный фолд, но это совершенно точно не очевидный колл В данном случае я легко буду пушить с любыми двумя картами на малом блайнде Учитывая, что у четвертого игрока еще более короткий стек Вообще, с точки зрения чип ЕВ по Нэшу мы не можем здесь пушить с любыми двумя картами Однако, с точки зрения ICM, опять же таки, по Нэшу мы вполне можем пушить со стопроцентным диапазоном Ну или практически со стопроцентным В любом случае валет 2 разномастный точно попадает в мой диапазон пуша, так как он будет коллировать очень тайтово В итоге он делает хороший колл с тузом и шестеркой разномастными Но я попадаю в своего валета и выбиваю его из турнира Такие переезды определенно никогда нам не повредят в турнире на 180 человек Валет 8 разномастный это определенно колл в данной ситуации После его пуша я получаю шансы чуть хуже, чем 2 к 1 И, конечно, я не могу коллировать с любыми двумя картами Но среднего разномастного валета определенно достаточно для колла Итак, в итоге мы остались хедзап с турбостеком Я воспринимаю его как хорошего солидного регуляра И поэтому я буду стараться использовать любое преимущество И в целом буду играть более активно, нежели аккуратно То есть это не значит, что я буду постоянно пушить при стеке в 20 бб или что-то в этом духе, нет Просто по сравнению с каким-нибудь тайтово пассивным оппонентом Против которого я бы играл более аккуратно, используя небольшие рейзы и так далее Я буду играть, так сказать, более открыто И вот первый пример Я делаю 3 бет пуш при стеке в 25 бб Учитывая то, насколько лузово он открывается Это практически наверняка будет весьма прибыльный пуш Вот это как раз таки и есть открытый подход Вполне можно было рассмотреть такой вариант как колл в этом случае Ну или же небольшой 3 бет с намерением коллировать его оллин Но я решил получить немедленную прибыль И сделал вот такой 3 бет пуш Туз валят разномастные, буду рейзить и сыграю на стек, независимо от того, что он будет делать Король 2 одномастные, я коллирую на большом блайнде И опять же нам нужно спросить себя, готовы ли мы сыграть на стек Ответ да, готовы Мы играем против агрессивного регуляра, у нас топ пара И мы не намерены сдаваться при соотношении размера стека к размеру банка, равному 4 или 5 Опять же в такой ситуации я часто буду играть чек колл Однако я решил сделать чек рейз в надежде на то, что он подумает, что я таким образом блефую И он вполне может пофлотить И если он проколлирует, то на терне я как правило сыграю чек Презентуя, что у меня ничего нет и я просто-напросто сдаюсь Но опять же чек колл в этом случае тоже вполне нормальный вариант И в частности лучше всего играть чек колл в таких ситуациях, когда вы имеете дело с очень агрессивным оппонентом Который практически всегда будет ставить второй баррель Валет 10 разномастный, я сразу же пушу где-то 13 или 14 больших блайндов Да, может быть это слишком активно, но очень часто мы будем сразу пушить на префлопе с теми руками, с которыми пуш будет прибылен И при этом минрейзить с теми руками, с которыми мы хотим спровоцировать оппонента Или с руками, с которыми мы намерены сыграть рейс фолд 9-4 разномастный, выбрасываем на его пуш С тузом и королем я делал рейс с намерением коллировать пуш Дама 6 разномастный, он минрейзит и я сразу же сдаюсь Валет король разномастный, на мой взгляд достаточно сильная рука для того, чтобы спровоцировать его на пуш Поэтому я делаю минрейз и конечно же с легкостью проколлирую ол-ин И это вполне хороший пуш в его исполнении, с рукой дама 9 одномастная Учитывая то, насколько часто я буду открываться на баттоне, такой пуш определенно является прибыльным Ну и учитывая мои прошлые переезды, я определенно не могу жаловаться на такой исход в данной раздаче Да и к тому же игра продолжается, у нас примерно 16 больших блайндов Валет 3 одномастный, с этой рукой я буду играть рейс фолд Он продолжает часто пушить, именно так как ему и следует делать С тузом и восьмеркой я делаю небольшой рейс И вообще, практически с любым тузом я буду играть рейс колл при таких стеках В частности, когда я вижу, что он 3-бет пушит с весьма широким диапазоном И я планирую далее также открываться с различными 2x комбинациями и коллировать его 3-бет пуш Да, Мавлет, одномастный, такую руку мы определенно разыграем Единственный вопрос заключается в том, сразу мы будем пушить или проколлируем Я решил запушить Это совершенно точно прибыльный вариант против данного оппонента Я мог бы проколлировать с такой рукой против оппонентов, которые довольно тайтово открываются на префлопе И плохо играют на постфлопе Да, против подобного оппонента я бы, как правило, проколлировал Но против данного игрока я предпочитаю сразу запушить Валет-8 разномастный мы открывали с намерением сыграть рейс фолд То с валет разномастный открываемся с намерением коллировать его пуш И что интересно, вместо этого он делает совсем небольшой 3-бет Однако, несмотря ни на что, я в такой ситуации совершенно точно не стану сдаваться То с валет разномастный при стеке в 16бб против регуляра я точно никуда не выброшу И если я буду выбрасывать настолько сильную руку на небольшой 3-бет Он сможет очень активно эксплуатировать меня 3-бетами небольшого размера Так что в данном конкретном случае я просто посмотрю на эффективные стеки И запушу в ответ Однако нам нужно подумать о том, как мы воспринимаем этот небольшой 3-бет Как мы будем его интерпретировать И будем ли мы когда-то отвечать лайтовым 4-бетам на такой 3-бет То есть воспринимаем ли мы его как слабость Но на самом деле я думаю, что мы не так много можем сказать о таком 3-бете Скорее всего, если бы у него была премиальная рука, он бы запушил на префлопе Потому что ранее он часто 3-бет пушил с различными слабыми руками И теперь ему хотелось бы сбалансировать этот диапазон Хотя есть какая-то вероятность, что он пытается спровоцировать нас таким образом на пуш В общем, вместо того, чтобы пытаться как-то эксплуатировать этот 3-бет Я бы, как правило, пушил в ответ с тем же диапазоном, с которым я бы коллировал его all-in Таким образом, я не получаю никакой прибыли за счет того, что эксплуатирую этот небольшой 3-бет Но в то же время я не даю ему возможности эксплуатировать меня Делая слишком лайтовые 4-бета Ну и в данном случае можно сказать, что он делал этот 3-бет со слабой рукой Валет 9 разномастные, вместо того, чтобы пушить 20 бб Я решил просто проколлировать Далее можно было, конечно, что-то исполнять на такой сухой доске Но вместо этого я просто сыграл чек-фолд Дама 3 выбрасываем, 2-5 выбрасываем Король дама, я с радостью проколлирую его 3-бет пуш 7-10 одномастные, сыграю рейс фолд В качестве альтернативы можно было бы сразу запушить в 15 бб 9-4 одномастные, я не стану разыгрывать Против какого-то тайтого пассивного оппонента Я бы определенно открывался с этой рукой Но будет ли такой рейс прибыльным против оппонента, который часто 3-бетит и защищается Это крайне спорный вопрос 10-8 разномастные, я вновь калирую минрейс И мне не особо нравится моя линия розыгрыша на флопе Потому что это отличная доска для того, чтобы сыграть чек-пуш Если я позади, то у меня, как правило, будет 7 аутов на улучшение То есть 4 аута на оверкарту и 3 на гадшот Так что с моей стороны это определенно слабый чек-фолд Итак, теперь эффективность тег стал еще короче Он составляет где-то 7 или 8 больших блайндов Это определенно расширит диапазон И оппон пуш теперь будет более разумной игрой В данном случае я решил сделать опен лимб Потому что, по моему опыту, когда 2 регуляра играют в очень агрессивном стиле Опен лимб, как правило, воспринимается как слабость Так что я решил немного поэкспериментировать и впервые залимпил в этом матче Но залимпил с очень сильной рукой Правда, в конечном итоге оказалось, что не было никакой разницы Если бы я пушил или делал минрейс, он все равно бы сыграл со мной на стек с карманными тройками Так что здесь я ни на что его не спровоцировал И оппон пуш на префлопе был бы настолько же хорошим решением Но так или иначе, я выиграл при помощи своего милого лимба И между тем я снова являюсь чип-лидером В этот раз он залимпил, что довольно интересно Потому что он таким образом в какой-то степени показывает нам войну уровней мышления Он говорит нам, в прошлый раз ты залимпил с сильной рукой Теперь я делаю лимб, попробую гадать, сильная у меня рука или нет И вместо того, чтобы гадать, я просто буду пушить в ответ со всеми теми руками С которыми я делал бы опен пуш А со всеми остальными сыграю чек С валетом и тройкой я бы определенно не стал пушить при стеке в 11 бб Поэтому я с радостью беру бесплатный флоп И далее играю чек-фолд 8-5 я выбрасываю и эффективный стек вновь составляет примерно 13 бб Теперь он пушит и я думаю, что он будет делать такое с руками Которые относятся к средней части его диапазона Это карманные двойки и такие руки, как например валет 9 То есть руки пуш, с которыми никак нельзя эксплуатировать Но которые при этом слишком слабы для того, чтобы провоцировать оппонента И слишком сильны для того, чтобы играть рейс-фолд С карманными восьмерками я делаю рейс с намерением коллировать пуш Король 9 разномастный я сразу же пихаю при стеке в 13 бб Вновь король 9 на сей раз эффективный стек 12 бб И я вновь делаю пуш, который нельзя эксплуатировать С рукой 9-4 одномастный в принципе можно было сыграть рейс-фолд Ну или можно было просто запушить, однако я выбросил эту руку И теперь мы конечно же с легкостью коллируем его пуш с такой рукой, как туз 9 разномастная В итоге мой туз устоял против валета с пятеркой одномастных И на этом данный турнир заканчивается На мой взгляд оба турнира были довольно интересны Если у вас есть какие-то вопросы по раздачам, по процессу мышления и так далее Обязательно оставляйте их в комментариях А на этом все, с вами был Колин Мошман Специально для PokerStrategy.com Перевод подготовил и озвучил...